Всем привет и добро пожаловать ко мне в гости. Сегодняшний ролик посвящен теме здоровья. Я с вами поделюсь, какие у меня были проблемы и к каким врачам я обращалась, что мне прописали, для чего. Также будет супер мотивация на порядок в доме, организация хранения домашней аптечки, интересные идеи хранения лекарственных препаратов и поделюсь своим уходом за лицом на сегодняшний день. Желаю всем приятного просмотра. Поехали! Все эти препараты я сейчас принимаю одновременно, исключительно по назначению врача, своего гинеколога. Естественно, после сдачи целого списка анализов я получила вот такое заключение. И, в общем-то, список всего того, что я вам показала у меня сейчас на приеме. Что-то месяц, что-то три месяца. Чуть позже я вам подробнее расскажу, что, для чего и почему мне это назначили. Подниму очень важную тему и надеюсь вас замотивировать, вдохновить на подобные подвиги. Все эти препараты я заказала в Здрав Сити. При этом вы можете забирать самостоятельно из аптеки. Можно оформить экспресс-доставку и получить уже через 4 часа все, что вам нужно. Очень удобное и быстрое оформление на сайте. Вы находите препарат, можно в категории, можете в поисковик название внести и быстро найдете, что вам нужно. И еще нравится, что здесь экономия до 70% по программе «Мое здоровье» и кэшбэк 1% на все заказы. Меня впечатлил широкий ассортимент товаров. И тут, внимание, все товары без подделки, так как Здрав Сити является сервисом фармацевтического дистрибьютора Протек. Ну, я думаю, вы про это уже слышали. Так что доверие полное и, конечно же, еще раз повторюсь, удобство. Свой заказ в Здрав Сити я оформляла через сайт. Однако у них есть удобное мобильное приложение, которое я уже установила себе. И в дальнейшем буду именно им пользоваться при заказе нужных мне препаратов. Потому что, конечно, это удобнее. Вы можете это выполнять в пробках, на работе, на улице, вне дома. Быстренько зайти, посмотреть то, что вам надо, сравнить цены и сразу же оформить покупку. А еще приятный бонус в виде промокода, который я оставлю в описании. Он дает скидку в 200 рублей на сумму заказа от 2000 рублей. Так что, если вы будете что-то там покупать, обязательно воспользуйтесь. Я подробную информацию и все ссылки пропишу в описании к этому видео. Пользуйтесь. Ну а сейчас тема, которую я вам обещала. Сегодня я хочу скорее, наверное, ответить на вопросы. Их было очень много, когда я в Инстаграм показала витамины, которые сейчас принимаю. Показывала свое заключение от врача. И я решила вот на них как раз здесь ответить. И, наверное, больше скорее вас вдохновить, замотивировать и, может быть, убедить относиться внимательно к своему здоровью, к тем проявлениям, которые сигнализируют, что-то не так. Не надо заниматься самолечением. Надо идти и банально сдать анализы. Вот это отправная точка. Но давайте все по порядку. Началось все с того, что меня стало беспокоить не сейчас. Ой, я уже не помню, года полтора, что ли, назад выпадение волос. Начала я с того, что обратилась сначала к косметологу. Я делала чистку лица, заодно спросила про волосы. В общем, она мне советовала всякие там салонные процедуры, да, и в том числе сменить уходовую косметику. Но на процедуру я не решилась. А вот разные шампуни, маски, начала все это пробовать. Ну, результата не особо. А потом я, естественно, начала все это читать в интернете. Я поняла, что надо идти сдавать анализы, надо идти к трихологу, либо к дерматологу. И пока я созрела, я пошла сначала к эндокринологу проверять гормоны, щитовидку. Там оказалось все нормально. Сошлись на том, что я, наверное, много работаю, мало отдыхаю. Но это, кстати, действительно было так, все это стресс. И, в общем-то, на это все списали. Я старалась сократить свои рабочие моменты. Я старалась пораньше ложиться спать. И, вы знаете, в какой-то момент мне показалось, что действительно волосы стали меньше выпадать. Но не на долгое время. Потом все это дело вернулось, и мне кажется, что стало еще больше. Все это падать. К волосам добавились высыпания на спине. Было на лице, было плохое самочувствие, было такое состояние раздражительности, утомляемости. И вот это все было в скачках. Это не было постоянно. А то хорошее настроение, то плохое. Я пошла к дерматологу-эндокринологу. Ну, такой врач попался. И вот тогда дерматолог первый раз мне назначила анализ на витамин D. В том числе там еще был ферритин, там долго тоже чего было. Не буду перечислять. Но в том числе на витамин D. Первый раз я сдала тогда анализ на витамин D. И оказалось, что он у меня критически низкий. Не просто низкий, не просто ниже нормы. А прям вообще там. Прям вот вообще никакой. И она мне тогда прописала ударную дозу. Я об этом с вами делилась во влоге год назад. Кто меня постоянно смотрит, наверное, сейчас вспомнит. У меня была дозировка 10 тысяч единиц. Потом она постепенно снижалась. Снижалась. И вот зимой я пересдавала анализы. И у меня витамин D поднялся. До очень хорошей отметки. Там 68, что-то такое. Это прям хорошая норма. Даже высокие показатели нормы. И я решила... Хотя мне врач сказала продолжать принимать по 2000 единиц как профилактика. Но я такая подумала, зачем? А вдруг он будет дальше у меня подниматься? Избыток витамина D тоже не очень хорошо. Вот я самолечением, знаете, так решила, что я умнее врача. Не то, что умнее. Я побоялась. Думаю, как хорошо же он у меня поднялся. Сейчас буду дальше пить его. И у меня будет дальше расти. Нафиг мне это надо. Я его прекратила принимать. И у меня к лету опять начало и волосы сыпятся. И мне я чувствую плохо. Но я все скидывала. Мы не отдыхали. Я много работаю. Тут еще добавилась книга. Тут еще всякие тоже были события. Я все на это спихнула. Это стресс. И вот все с этим связано. Тем не менее, у меня был весной плановый осмотр у гинеколога. И до этого я делала триплексное сканирование. УЗИ тоже я об этом вам рассказывала во влоге. То, что вот с мигренями я решила решить этот вопрос. То, что меня беспокоят мигрени, боли. Я пошла делать триплексное сканирование, чтобы с этим потом идти к сосудистому врачу, к сосудистому хирургу. Нет, к сосудистому. Забыла, как он называется. Мануальный терапевт. Что я говорю? К мануальному терапевту надо уже идти с каким-то набором анализов, каких-то вот исследований. И когда я делала УЗИ, врач-УЗИст мне говорит, то есть я и с ней делюсь, что у меня головные боли, тра-та-та. Она мне там позадавала вопрос и сказала, а вы не обращали внимания, что у вас в определенное время цикла? Я говорю, нет. Она говорит, а вы вообще гинекологу говорили о своих головных болях? Я говорю, нет, а что? А при чем тут типа гинеколог? И она мне говорит, ну, возможно, это связано с вашим циклом, и вам достаточно будет там что-то отрегулировать. Короче, она меня отправила к гинекологу. Говорит, скажите, пожалуйтесь к гинекологу. И первый раз в жизни я озвучила все свои проблемы, связанные с мигренью, с раздражительностью, с волосами, со всем этим, гинекологу. До этого мне даже в голову не приходило это говорить и жаловаться на это гинекологу. И гинеколог мне тоже составила список определенных анализов. И вот тут мы начали выяснять интересненькое. Например, что я ранее сдавала анализ на гормон, не тогда, когда его надо было сдавать. Вот, плюс витамин D у меня резко пошел вниз. Зимой он был 68, сейчас уже 31. Это еще норма. Но врач говорит, вы понимаете, что он у вас идет вниз. Почему, говорит, вы прекратили, если вам врач назначил дерматолог профилактическую дозу, то почему прекратили принимать. Ну, я ей объяснила свои опасения. Она говорит, нет, это не так и не работает. Поэтому сейчас, вот она мне назначила витамин D3, 5000 единиц в течение месяца. А, говорит, потом вы пьете каждый день. Вообще, говорит, не прекращая, 2000 единиц. Мы вернулись к той самой дозировке, которую мне первый раз рекомендовали. Так что сейчас я поднимаю свой витамин D. Плюс мне гинеколог назначила омегу-3. В общем-то, у меня вот целое заключение. Здесь у меня и спирулина. Здесь у меня и циклодинон. Это тоже ей не очень понравился мой пролактин, результаты пролактина. И она мне тоже назначила циклодинон. Плюс еще, там у меня лежит магний B6. Все вроде. Да, все. И, конечно же, сочетать отдых с работой. То есть, нормально спать. В общем-то, вот столько всего мне назначила сейчас кинеколог. До зимы. Там все в разных дозировках. Разное количество времени пить. Что-то месяц, что-то три месяца. А зимой к ней прийти. В общем, я с вами откровенно всем этим делюсь. И к чему я это все? Видите, как неожиданно для себя я определила, к какому врачу можно идти с жалобами, даже с банальной мигренью головными болями. Хотя до этого я обращалась исключительно к неврологу со своей головной болью. Но врач-гинеколог сказала все-таки дойти до мануального терапевта, показать УЗДГ вот это исследование. Мне также посоветовали еще МРТ сделать, чего я очень боюсь и до сих пор не сделала. Хотя должна была еще летом сделать. Но боюсь я вот заезжать в эту камеру. И надо морально настроиться. У меня страх замкнутого пространства. Лежать там, блин, оказывается приличное время. В лучшем случае это минут 20-30, а может и больше. Потому что мне надо и головной мозг, и там со спиной что-то. А это долго будет по времени. Я что-то как-то боюсь. Но понимаю, что надо, это надо мне. Но я решила все поэтапно. Пока я вот это принимаю. Ну и вы знаете, у меня вот какое-то время сейчас пропали головные боли. Пока. Но у меня такой уже был период, что какое-то такое затишье. Кажется все. Больше у меня это не беспокоит. А потом раз, и я опять понеслась. Поэтому я надеюсь, что моя информация кому-то может быть будет какой-то подсказкой, неким направлением, каким врачам обращаться. Волосы, кожа, раздражительность, головные боли, утомляемость, не знаю, плаксивость. Вы можете начать с гинеколога. Естественно, вот анализ, ну что вам скажет гинеколог. Далее это дерматолог, эндокринолог, трихолог, вот если брать только волосы. И что касается, например, головных болей, то это невропатолог. Очень хочется надеяться, что я кого-то убедила, кого-то вдохновила не заниматься самолечением, не додумывать, что там с вами, а идти по врачам сдавать анализы. Очень люблю с вами обсуждать какую-то тему, сидя перед камерой. Но сейчас пауза и будет мотивация небольшая на порядок, на уборку, может быть, столешницы, ящика, шкафчика, расхламить какие-то мелочи. Я хочу с вами поделиться организацией хранения домашней аптечки, но сначала там надо навести порядок. Вообще мой Дидис таков, навел порядок и поддерживая его, тогда не надо будет убирать. Но, к сожалению, домашняя аптечка это такой пункт, который периодически захламляется. Какие-то препараты заканчиваются, бутыльки стоят, что-то уже сроки годности начинают подходить, особенно к каким-то таким лекарствам, которые не часто используются. Ты банально забываешь, про него не следишь. Плюс болячки, постоянный закуп лекарств. Короче, скапливаются коробочки, всякие флакончики. Я вам сейчас показываю. Не могу сказать, что прямо здесь все ужасно, но порядок надо навести. Значит, у нас домашняя аптечка располагается на кухне, в подвесном шкафчике. Как раз здесь неглубокие полочки. Ну и такое место, оно удалено от лишнего тепла, там темно. В общем-то, все условия для хранения лекарств, то, что написано на инструкции. Такая картина на сегодня. Ничего страшного, но тем не менее, надо здесь уже аккуратно все сложить. Пройтись по коробочкам лишним, баночкам, срокам. Вот, например, убрать уже давно надо было это приспособление для промывания носа. Оно у нас в другом месте хранится. Тоже покажу, прокомментирую. И когда уберу, место больше. Еще хочу пройтись, конечно, основное. Это вот эти две емкости, там много разных лекарств. Сложить аккуратно там бинтики, ну, в общем, такие подручные средства. И могу вам рекомендовать вот эти емкости для хранения домашней аптечки. Они настолько классны именно для этой темы. Вообще, они универсальны. В них хорошо и канцелярию хранить, и какую-то мелочевку. Ну, а теперь пройдемся по вот этим быстренько контейнерам. Вот этот белый, он без всяких надписей, поэтому его можно под что угодно использовать. Ручка для переноски и вот эта вставка. Единственное, здесь не очень глубокие разделители, но, тем не менее, мы все равно ей прекрасно пользуемся. Пожалуйста, вставка с ручкой, убираешь и используешь уже всю емкость для хранения. Второй контейнер, это вот такой тоже с ручкой. И уже здесь идет конкретно эмблема домашний доктор. Здесь вставочка уже другого плана. Она полностью закрывает площадь емкости. Она не глубокая, то есть здесь места достаточно еще внутри. Убираем и, пожалуйста, выкладывайте все, что хотите. Но здесь мне вставка нравится больше, чем у белого контейнера, потому что здесь глубже вот эти разделители уже можно что-то такое прям выложить. И видите, есть два маленьких и одно большое. Хочу с вами поделиться простыми идеями, как организовать хранение лекарств вне вот таких коробок. Ну вот, посмотрите, сколько занимали эти лекарства в коробках. Вот они, три коробки. И как теперь они компактненько смотрятся без своих упаковок. Особенно если их еще разложить вот в контейнер, в этот, в емкость для хранения. Мазь можно и так хранить, без коробки. Тут, собственно говоря, все написано. И вообще инструкции ко всем лекарствам можно выбрасывать, так как все это сейчас есть в интернете. Тем не менее, мало ли, нет под рукой интернета. Не знаю, свет отключили, интернет отключили. А надо вот срочно заглянуть в инструкцию. Можно, конечно, их оставлять. И вот таким образом, с помощью резиночки, закрепить к самим препаратам. И, пожалуйста, вот они, таблетки. Рядом с ними инструкция. И это все занимает гораздо меньше места, чем вот в такой коробке. Еще один способ, как можно избавиться от лишней коробки. Если вам так необходимо на таблетки взглянуть и понять, что это, можно вырезать лицевую сторону с определением препарата. И вот такую плоскую картоночку также резиночкой подвязать. Вот, например, детский норофен. У меня здесь две пластинки. Вот так можно их тоже хранить. Еще одна удобная емкость, которую я нашла в магазине. Вот такой контейнер с тремя разделителями. Великолепно подошел для хранения лекарственных разных баночек. И не только. Это у меня и градусник. Но я дальше покажу. Вообще он универсальный. У меня еще есть один такой контейнер, который располагается в ванной комнате. Там хранятся тряпочки для уборки, средства для стирки. Я вам уже показывала. Я сейчас освободила эту емкость, чтобы обработать ее. Потому что, видите, и капли какие-то, и там пыль набилась на дне. Раз уж навожу порядок, то и гигиена тоже должна быть. Как я уже ранее упомянула, есть еще одно местечко, где хранятся товары для здоровья. Кухонный шкафчик с посудой. И вот на самой верхней полочке, куда не так легко добраться, мне надо на стол встать. Итак, что здесь? Ну, я думаю, вы видите, небулайзер. Пользуемся. Вот вернула, про что говорила. Тут у меня, видите, тряпочки. И специально для картофельных лепешек, когда у детей вот кашель, или даже у меня, там, у мужа, я делаю картофельные лепешки, заворачиваю их в такие полотенца. Я прям выдерила специально, они здесь чистенькие, после всяких процедур я их стираю, и вот они лежат. Спринцовка. И здесь вот такой контейнер простой, в котором у нас запасы спиртовые салфеточки, и всякие мазюки от растяжения. Вот такие бинты эластичные, потом, мало ли, надо будет сдать анализы, как-то брали с запасом всякие стаканчики. То есть, вот такой пластиковая простая емкость. Порядок готов, и не только порядок, еще и гигиена, и разумная организация хранения домашней аптечки. Согласитесь, что именно этот вариант после наведения порядка смотрится лучше, чем было до этого. Ну и давайте пройдемся по наполнению, что где лежит. На верхней полке, в углу располагается бутылек со спиртом, там подписанное, и физраствор. Полисорб, это всегда должно быть в доме. И здесь три вот таких приспособления. Это для переноски таблеток, ну, например, поехали на отдых, там какие-то витамины принимаешь, очень удобно сюда класть. Или, например, если идем в гости, в ресторан там куда-то, то вот брали с собой, если, допустим, идет какой-то прием, или там какие-то лекарства принимаешь. Обычно с едой, или сразу после еды, и вот брали. Маленький есть, и есть вот такой большой. А это для того, чтобы разрезать таблетки. Ну, бывает так, что покупаешь в большой дозировке, надо поделить пополам. Тоже удобная очень штучка, когда-то я на нее делала обзор. А далее покажу вам наполнение этих двух контейнеров. Я уж не буду прям подробно по каждому препарату останавливаться, не в этом суть. Суть, вот видите, порядок. Все по разделителям, какая-то мелочевка. Я все пересмотрела, перебрала, и, в общем-то, то, что осталось, может быть использовано. Тем более, что, опять-таки, места не занимает, оставила вата. В общем-то, все то, что необходимо, может понадобиться под рукой. Единственное, вот эта штука, не знаю, покупала ее как-то браслет от укачивания. Чуть мне показалось, что он не действует. Ну, пусть лежит. Он стоил не копейки, мало ли, пусть лежит. Дальше внизу такие вот приспособления, которыми не часто пользуемся. Единственное, я вот сюда тарафлю переложила, но они объемные, их очень много. Как-то запас брали, положила именно сюда. Также у меня здесь регидрон лежит, мало ли что восстанавливать, питьевой баланс. Бинты, что тут всякие салфетки стерильные, горчица, марля, перевязочные. Вот тоже с вами делала, в том году мне делали, удаляли шишечку, да, и дома надо было делать перевязки. То есть покупаешь это с каким-то запасом, ну, а потом оно остается, и вот, пожалуйста, вроде зачем выбрасывать, а мало ли понадобится. Там шприцы делали, уколы, и мне вот витамины кололи, и детям, опять-таки, вдруг понадобится делать уколы. У нас, благо, есть своя медсестра в семье, это свекровь, но уже шприцы не надо будет покупать. Воспользуемся. И вот сюда отправила, например, какие-то препараты, тоже по определенному назначению пили. Остались, сроки еще позволяют их хранить, вот, например, антибиотик, а мало ли что. Сейчас такой период, все болеют, вдруг опять понадобится именно антибиотик этой группы, и, пожалуйста, хоть какая-то будет экономия. Поэтому я периодически и перебираю. То есть, например, пролежал какой-то препарат, все, сроки вышли, мы им не воспользовались, вот тогда я его уже на выброс. В общем-то, суть моей организации, думаю, понятна. А, еще раз повторюсь, конкретно по препаратам я приходиться не буду, это все такое индивидуально. Все, вот в этой емкости хранится такая категория аптечки. Ну, а теперь организация хранения в этой белой емкости. Здесь категория лекарств, которые нам выписывают врачи и первые необходимости. В общем-то, что-то остается, так у нас и пополняется аптечка наша. Вверху, вот в этой съемной панели, те лекарства, которые остались в одной пластине, либо вообще маленькие остаточки, маленькие совсем. И, как правило, здесь еще таблетки для первой необходимости, например, от головной боли, жаропонижающей, для рассасывания, если горло першит и так далее. Убираем этот этаж, и уже здесь все то, что у нас осталось, либо мы знаем, что нам это необходимо, вот, например, пластина таблеток для рассасывания, парацетамол тоже, видите, как я ее перевязала резинками, оставила картинку, чтобы сразу видно было, что это парацетамол. Ну, вот, например, мизинфорта я никак не обозначивала, потому что розовые таблетки у нас это мизинфорта. Это тоже для рассасывания, если горло болит. И какие-то антибиотики на дне тоже пооставались, мало ли, назначат еще, чтобы уже было что-то. И, в общем-то, сроки годности, если они еще позволяют, то лекарства хранятся. Единственное, что вот из коробочки не стала вытаскивать супрастин, ну, потому что коробочка настолько маленькая, и места здесь еще достаточно, поэтому не стала заморачиваться. А остальное, видите, вот так вот перевязано. Что-то подписано, вырезала с коробок, что-то не подписано, например, вот стриптоцит, упаковка просто. Именно такой способ хранения лекарств, в отличие от хранения их в коробках, занимает меньше пространства, раза в два, а то и в три. В общем-то, простой и практичный способ организации хранения домашней аптечки, ну, по крайней мере, в этом боксе. Идем далее. Возле стеночки перекись водорода хлоргексидины, там прячется валерьянка в жидком виде. И еще две емкости. Эта крошка имеет два выдвижных ящика с ручкой. Верхний для детей, нижний для нас с Мишей. В общем-то, здесь находятся таблетки. Чаще всего, например, когда в процессе заболевания, и ты принимаешь что-то, чтобы не на столе выставлять. Ну и осталась у нас последняя группа лекарств. Это в основном тюбики, баночки. Здесь у нас тоже первая необходимость лекопластыри. Капельки для глаз. Сережка, когда болел летом, ему прописывали. Вот осталось, тоже оставили. Валерьянка в таблетках. А здесь уже в основном все для носа. Промывает нос. Вот единственное, что тут в процессе стоит. Еще с того года. А это все для носа. Разные препараты, кому что. Выписывал врач. Мы тоже перебирали, что удобнее капать. Что было в аптеке, в какую обратились. И третий отдел. Смекта у нас здесь находится. Градусник. Вот витамин С. Это и вся наша домашняя аптечка. Это, конечно, мне теперь очень нравится. Я так довольна, что наконец-то дошли у меня до этого руки. Но это еще не все. Сейчас покажу вам результат расхламления. Это все сейчас пойдет в мусор. Коробки пустые. Вот эти вот у меня пособирались. Звездочка вообще до 18-го года. Мы ей не пользуемся уже. Надо тоже выбросить. Вырезала, видите, название. Бутылечки. Вот это пустое. Точнее, вот это пустое, а это с вышедшими сроками. Здесь тоже осталось совсем чуть-чуть. Нет смысла его держать. Здесь даже на раз, наверное, никому не хватит. И, в общем-то, пустые вот эти все коробки. Смотрите, сколько это место занимает. Все это на выброс. Уселась на пол, на ковер, на подушке. Вот захотелось именно так создать уют. Я тут приготовила столик, зажгла свечу. И хочу с вами немножко поболтать на тему ухода за собой. Именно за лицом. Тоже были часто вопросы и в Инстаграм, в личке, и вот здесь на Ютьюбе. Поэтому пришло время с вами поделиться, собрать всю эту информацию в кучу. Так как то я одно показываю, то я другое. И сегодня будет все сразу. Как я на сегодня ухаживаю за своим лицом. У меня, например, есть как дорогая косметика, так и достаточно бюджетная. Вот, например, Эвелин. И по действиям сильной какой-то разницы между... Эвелин, у меня был крем для кожи вокруг глаз. Он закончился, сейчас его не покажу. Вот был Эвелин. Ай! Чуть не уронила. В общем, я вам его недавно показывала и озвучивала. Что вот я его заканчиваю, купила себе лето, вот такой подарок сделала от Герлен. Крем для кожи вокруг глаз. Ну, пока я не могу сказать, что Герлен чем-то намного лучше Эвелин. Вот вам и пожалуйста. А разница в цене приличная. Ну и, конечно, отдать должное у Герлен круче упаковка. Ну вот, посмотрите, какая красота. Поставить на туалетный столик. Столик, оно выглядит очень симпатично. Единственное, что даже Эвелин выигрывает формой своей, тюбиком, удобнее крем. Здесь надо пальчиком. В комплекте шла лопатка. Ну, вы знаете, первые три дня я лопаткой пользуюсь, а потом просто она летит в сторону. Потому что, ну, не всегда ей удобно. Хочется быстрее, быстрее. Это пальцем и... Не знаю. Мне больше нравится, когда выдавливается крем из тюбика. Ну, это исключительно личные такие предпочтения. Кому-то нравится и лопатка, кому-то нравится и такая форма. А вот по действиям я не могу сказать, что вот это вау гораздо лучше, чем вот этот бюджетный Эвелин. Единственное, пожалуй, что, наверное, плюсом все-таки у Герлен это более приятная текстура. Она такая вот, как маслица. При этом и жирной пленки ни на пальцах, ни на коже не оставляет. Ну, наверное, да. Вот по консистенции мне больше понравился Герлен. Дальше. Днем я сегодня, на сегодня, дневной у меня уход это тоже Эвелин. Крем интенсивно укрепляющий против морщин. В общем-то, просто увлажняющий. Ну, вот, кстати, насчет крема дневного. Могу сказать, что он приятный по консистенции. Но он у меня как-то быстро... Хочется еще добавить. Вот через несколько часов хочется еще на кожу что-то добавить. Не хватает. Как будто бы мне его не хватает. Поэтому, хотя здесь написано 40+, но я буду другой крем потом покупать, когда закончится этот тюбик. Но, тем не менее, я его буду до конца использовать. На ночь у меня сегодня крем от Пайо. Или Пайот. Забыла, как правильно. Ну, в общем, неважно. Можете писать. Нравится оформление, нравится консистенция, аромат. В общем-то, все нравится за исключением одного. Я его даже утром чувствую на себе. Возможно, он слишком жирненький для меня. Вот понимаете, если этот Эвелин дневной мне как-то его не хватает, то вот этот наоборот слишком. Но, тоже добивая его до конца, повторять не буду. Буду дальше какой-то другой крем покупать себе. Но, вот, тем не менее, если у вас, например, очень сухая кожа, то можете присмотреться. Возможно, вам как раз она и подойдет. У меня кожа не сухая, но у меня нормальная. Даже, я бы сказала, Т-зона комбинированная. Т-зона жирнится. Дальше. Это что касается вот ухода. Ой, не ухода, а кремов. Есть у меня еще от Джованши сыворотка, которую я уже, еще, по-моему, весной купила. И вот никак не добью ее. Красивый очень флакончик. Приятный аромат. По структуре все хорошо. Единственное, я то им пользуюсь, то не пользуюсь. И, честно вам скажу, эффект, что есть эта сыворотка, что ее нет, один. То есть я, правда, не знаю, для чего вообще сыворотка. Ну, как бы, она лучший проводник для крема. Но мое лицо это никак не отображает. Я, когда не пользуюсь никакими сыворотками, в принципе, что я имею, то и имею. Пользуюсь все то же самое. Наверное, да, часть это маркетинговый ход. Либо, если есть вам что-то рассказать про сыворотки, поправить меня, пешать. Ладно, идем дальше. У меня есть очень хороший скрабик для лица. Он с частичками достаточно такими крупными. И может поцарапать кожу, им надо очень аккуратненько. Но я вот как-то чувствую свое лицо, приспособилась. Но он реально круто убирает вот эти черные точечки, сальные вот эти пробки. Мне очень нравится. Запах у него такой, сначала он мне нравится, а потом как-то не очень, признаюсь. Но по действиям прям довольна. Бренд такой сложный, я его не выговорю. Пропишу в описании. Нравится. Дальше у меня есть хорошая маска. Покупала ее на iHerb. Тоже просто как дополнительное увлажнение. Очень приятно потом ощущение на лице после нее. И реально, вот лицо отдохнувшее. Например, даже когда я после болезни, или не высыпаюсь, и допустим какие-то проблемы, я вижу, что у меня уже прям лицо такое, знаете, какая дупловатое что ли, такое вот уставшее. Вот эта маска, кстати, его круто освежает. Плюс у меня много разных тканевых масок, которые я покупаю в магазине. У нас здесь вот эти корейские магазинчики. И что-то мне на обзор присылали, или что-то вот покупаешь там на озон, или что-то, хоп, закинула себе эту лишнюю маску. В общем, маски тканевые. Я не могу сказать, что у меня какой-то один любимчик бренд. Постоянно меняю. Они все хорошие. Так, что еще из ухода? И, наверное, средства для снятия макияжа. Это Колистар. Мицеллярная вода обожаю. Вот из мицеллярных водичек. Я, по-моему, нашла на ближайшее время своего любимчика. Не знаю, мне понравился и флакон по объему, и то, как она себя ведет, и не щипит глаза, когда попадет. В общем, короче, очень довольна, хорошо убирает все. С лица, с глаз долой. Буду, вот у меня совсем чуть-чуть осталось, обязательно повторю, Колистар. И по цене она, кстати, вполне себе доступна. Умывашка, я ее так называю, от Lancome. Это гель для умывания, или как он, да, гель-пенка для снятия макияжа. В общем-то, ей можно как на сухое лицо наносить, она еще получается как такая масочка, либо с помощью воды. Ее двумя способами можно наносить. Я от нее не в восторге, хотя она делает свое дело, но мне не понравилась, наверное, вот эта вот липкость ее. Когда ей пользуешься, она такая, ну, не знаю, такие неприятные липкие ощущения. Точнее, именно в процессе. Потом, конечно, ты смываешь ее, и нет никаких неприятностей. А вот сам процесс мне не доставляет удовольствия, девочки. И еще пару приспособлений, с помощью которых я делаю массаж. Это вот эта вот щеточка Foreo Luna, или Luna Foreo. Не могу сказать, что в системе массаж, но нет, да нет, я к ней прибегаю. Просто удобно, что не я пальцами, а вот эта вот щеточка по приложению класс. Иногда я действительно пальцами что-то делаю, а еще не так давно я показывала вам кварцевый вот этот гребешок. Ну, вы поняли, да? Из головы вылетело, как оно называется. Тоже делать массаж. В общем, вот это реально для меня пока игрушка. Я ей практически никак не пользуюсь. Похожусь, попровожу немножко туда-сюда, и что-то она, мы с ней не подружились, с вот этим вот скребком, или как он там называется. Выглядит красиво, приятный такой на ощупь, холодненький, тоже холодненьким делать супер. Так, я, может, сейчас себя и сама и замотивирую, так пользоваться. Но что-то как-то не зашло, поэтому не знаю, не могу вам его рекомендовать. Вот даже если сравнить с вот этим массажером, он и то больше не приносит пользы. И чаще у меня рука к нему тянется, чем, а, скребок, скребок гуаши, да, по-моему, так называется. Наверное, это дело привычки. Просто вот надо брать, надо хорошенько изучить материал на YouTube или где-то, и просто делать, 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 пока не привыкнешь. Глядишь, может быть, это потом окажется для меня самым лучшим приспособлением для самомассажа. Я его не выкидываю, не отдаю, оставляю до того момента, когда я созрею и им пользоваться на постоянной основе. А, и еще у меня здесь подготовлено, это гель для бровей. Покупала на iHerb, благодаря которому у меня стали, наконец-то, отрастать волоски на бровях в том месте, где я делала микроблейдинг. Микроблейдинг не делайте. Может быть, татуаж, там, напыление, это еще нормально, но микроблейдинг действительно какая-то дурацкая процедура. У меня остались следы, которые покраснели. И долгое время в этих местах не прорастали бровки, но они стали расти. Правда, я вот и витамины принимаю, и, конечно, вот это и стало пользоваться. Но сейчас у меня, знаете, как-то начали отрастать они. Я продолжаю пользоваться этим бальзамчиком, но не могу сказать, что у меня все лучше и дальше там разрастается. Может, конечно, уже просто и нечему, то есть все, что могло, вылезти, вылезло. Но, тем не менее, я эффект замечала после вот этого геля. Я к вам поближе уселась, чтобы сказать, как я рада, что вы заглянули ко мне сегодня в гости и провели это время со мной. И хочу вас поблагодарить за те приятные, душевные отзывы, которые вы оставили в предыдущем видео. Мне так, знаете, я читала и прям зачитывалась и перечитывалась. Правда, это и поддержка для меня, и вдохновение, и просто мне приятно. Так что я очень рада, что вы у меня такие хорошие, такие добрые, и столько тепла. Спасибо, огромное спасибо. И, конечно же, хочу вам еще и еще и еще пожелать крепкого здоровья, особенно сейчас, хотя оно всегда актуально, не только сейчас, но сейчас особенно. И несмотря на то, какими нас новостями пугают, поменьше читайте эти самые новости, просто будьте благодарны. Еще раз повторюсь, будьте благодарны за то, что вы имеете, и цените каждый миг. Принимайте меры все необходимые для себя, для своей семьи, но поменьше обсуждайте вот эти негативные новости. Потому что обсуждая эти новости с подругами, коллегами, мамами, папами и так далее, мы начинаем завариваться вот в эту кашу негатива. Зачем это нам нужно? Я помню, нам еще по психологии говорили. От того, что вы смотрите эти новости, вы мир не спасете и вам лучше не станет. Только себя накручиваешь. И потом, конечно же, через вот эти вот эмоции воспринимаем события в жизни. Сейчас лучше сфокусироваться на такой интересной погоде. Да, местами хмуро, серо, холодно. Дождь бывает идет, ты хочешь вместе с ним рыдать. Конечно, этому тоже есть место. И если хочется плакать на плохую погоду за окном, стоит поплакать. Сама знаю, сама через это проходила. Но чтобы не получилось так, что наши вот эти вот слезы не превратились в затяжную депрессию, поплакали, пошумели, пораздражались или что там, покричали. И давайте находить какой-то плюс, что-то прекрасное в происходящем. Сейчас много чего прекрасного. Еще раз, это о том, что цените, что есть у вас. Потому что очень часто бывает так, что мы начинаем что-то ценить, когда это теряем. Лучше ценить это, когда это еще при нас. Ладно, я буду, как всегда, рада вашей поддержке. Самый горячий, вы же у меня самые горячие штучки. Пальчик вверх, лайк этому видео. Мне это прям вау. Я понимаю, что вам здесь хорошо, уютно, нравится. И, конечно же, вдохновляюсь. Видите, вы в том видео так меня классно поддержали, что я вдохновилась скорее выпустить следующий влог, не затягивать, хотя хотела его аж в четверг, в пятницу, но потом подумала, так, надо уже как-то почаще с вами встречаться. Надо тоже выходить из своего круга забот, а то я прям погрязла. И мне это, да, мне это помогает. Вы мне помогаете, съемка мне помогает. Так что еще раз всем спасибо. Жду вас снова к себе в гости, не забывайте. До новых встреч. Пока.